В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаский встретился со студентами-волонтерами. Такие светлые ребята с хорошими вопросами, с хорошей речью, с хорошей эрудированностью. В Ленинском городском округе реализуется проект Министерства культуры Московской области ДК «Онлайн». Ну-ка, теперь покажи мне так, чтобы я видел твою левую руку на грязи, как ты будешь брать аккорды. Какой вклад внес Стив Джобс в строительство музея-заповедника «Горки Ленинские»? С помощью этих компьютеров ваши дети смогут разговаривать с Лениным. И более того, Ленин сможет отвечать им. В Московском региональном социально-экономическом институте состоялась встреча главы Ленинского городского округа со студентами-волонтерами. Мероприятие прошло в формате беседы. Молодые люди могли задать Алексею Спаскому интересующие их вопросы. После небольшой экскурсии по аудиториям института глава муниципалитета Алексей Спаский поблагодарил студентов за активное участие в жизни округа. Институт на территории дает возможность в более легком порядке объединять активную молодежь в какие-то неформальные объединения, которые могут участвовать в социальной жизни, а где-то может быть даже и в политической. Волонтерское движение в стенах Московского регионального социально-экономического института существовало с самого момента его основания. Сейчас штаб добровольцев возглавляет Валерия Борейко, студентка второго курса факультета коммерции и бизнеса. У нас достаточно желающих. Это все первокурсники, старшекурсники, также ученики колледжев и институтов, которые мечтают примкнуть к рядам волонтеров и защитников соцсред всяких. И мы занимаемся просто активной деятельностью, которая помогает развиваться нашему городу. В студенческом волонтерском штабе около 50 человек. Среди них первокурсник Святослав Фартусов, который присоединился совсем недавно. Мне предложили поучаствовать в этой акции, и я, естественно, согласился, потому что это в любом случае какой-то опыт общения с людьми. Мероприятие прошло в формате беседы. Студенты обсудили с Алексеем Спасским работу своего волонтерского штаба в первую волну пандемии. И поставили задачи на текущий период в связи с изменением эпидемиологической ситуации в округе. Существует много слоев населения, которым действительно нужна наша помощь. Это могут быть пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи. И в нашей стране список можно вообще продолжить до бесконечности. Но, тем не менее, я рад, что в нашей стране и в нашем крае конкретно идет новая страница в истории нашего волонтерства. На встречу молодые люди активно задавали главе интересующие их вопросы. Какие вы еще ставите задачи перед молодежью? У нас очень много талантливых ребят учатся, которые готовы были бы участвовать в проектах по благоустройству нашего города и Ленинского городского округа в целом. Мы готовы принимать любые, единственная просьба, любые формы вашего участия. Единственная даже не просьба, пожелание, а если хотите требования с нашей стороны, это должна быть такая системная работа. Студенты-добровольцы признаются, что они – самая активная часть общества. У них много сил и энергии, которые так нужны в волонтерском деле. Такие светлые ребята с хорошими вопросами, с хорошей речью, с хорошей эрудированностью, я бы так сказал. Эти вопросы, которые они задают, они в большинстве своем не какие-то местечковые, касающиеся себя, кого-то обидели или что-то не дали, а касающиеся проблематик, которая затрагивает интересы либо микрорайонов, либо в целом округа. В заключении встречи Алексей Спаский предложил организовывать такие мероприятия на постоянной основе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Витнет-ТВ. Современные интерактивные форматы и технологии позволяют вовлечь людей разных возрастов в реализацию множества проектов. На сегодняшний день в рамках программы «ДК онлайн» в Ленинском городском округе проводятся занятия по семи различным направлениям. Наша съемочная группа побывала на одном из уроков и узнала, как работает проект изнутри. Проект Министерства культуры Московской области «ДК онлайн» в нашем муниципалитете стартовал 15 сентября. Совершенно бесплатно жители округа могут изучать азы прикладного искусства и актерского мастерства, а также участвовать в спортивных занятиях. В прикладном искусстве у нас три кружка работают, но они все абсолютно разные, они друг на друга не похожи, и они каждый очень интересен по-своему. На базе районного центра культуры и досуга реализуются два кружка. Один из них – умелые руки. Из различных подручных материалов его юные участники создают интересные работы. При этом руководитель не просто что-то делает, а обязательно сопровождает свои поделки историями, рассказами и ознакомлением с окружающим миром. Что такое кукуруза, где она растет, что из нее можно получить. Занятия в формате онлайн дали возможность жителям муниципалитета изучать музыкальное творчество, не выходя из дома. Преподаватель игры на гитаре Алексей Бояджи впервые взял в руки гитару в 70-е годы. Тогда его вдохновили песни Высоцкого. Своей любовью к авторской песне профессиональный актер сегодня воодушевляет ребят. Ну-ка, теперь покажи мне, так, чтобы я видел твою левую руку на гризе, как ты будешь брать аккорды. Так, ну-ка, что за песня, рассказывай. Ну, песня, бродяга и темы, я же слушаю. Занятия в режиме онлайн – это полноценные уроки. У преподавателя хватает времени на каждого ученика, а их успехи его искренне радуют. И переборчик освоили. Онлайн гораздо быстрее девчонки осваивают, быстрее уже переборы с нуля. И осваиваем разные переборы, уже до бой нашли. А это непросто, да, для начинающих. Уже две тональности освоили с аккордами. В рамках проекта Министерства культуры в муниципалитете работает 13 различных кружков. Расписание занятий и ссылки на них можно найти в телеграм-канале ДК Онлайн Ленинский. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Традиционная ярмарка у кинотеатра «Искра» теперь в новом формате. Помимо привычных палаток на площади раскинулся просторный шатер, где можно приобрести как продукты, так и одежду, обувь и аксессуары по привлекательным ценам. Прогулялась по ярмарке и наша съемочная группа. С понедельника возле кинотеатра «Искра» открылась ставшая уже традиционной и любимой всеми видновчанами ярмарка. Помимо привычных палаток на площади раскинулся большой шатер с торговыми рядами. Более 80 участников готовы порадовать посетителей качественной продукцией по самым привлекательным ценам. Кожа, дубленки натуральные турецкие, вот такие пальтоши, натуралочка, фабричный Китай. Все качественный товар, все фабрика. На этот раз организаторы сделали основной акцент на одежде и аксессуарах, чего здесь только нет. Теплые шапки, шарфы, детская одежда, дизайнерские толстовки российского производства, белорусский трикотаж, турецкие блузки и туники. Благодаря нашему опыту мы знаем фабрики, которые шьют отличные вещи хорошего качества, европейского уровня, блузки, брюки дешевле, чем в магазинах города Москвы и Подмосковья. Большой выбор верхней одежды. Это пятигорские шубы из норки, мутоны и каракули, а мужские и женские пуховики, пальто и куртки на любой вкус, размер и кошелек. Очень хорошая лекала у них. Я работаю с этой фабрикой 6 лет. Значит, наполнители есть пух, биопух, качественный верблюжка натуральная, холофайбер. Понравившиеся можно тут же примерить. В павильоне намного теплее, чем на улице. Нам очень нравится ярмарка. Ассортимент великолепный. Выбор большой. А вам? Как вам ярмарка? Умерим. Пока нормально. Спасибо. Ну, решили брать или еще показать? Да, я думаю, наверное, да. Гурманы также найдут товары по душе. Мы не смогли пройти мимо павильоны с итальянским кофе и белорусским весовым шоколадом. Итальянцы считаются лучшими в мире жарщиками кофе. И поэтому мы привезли все виды обжарок кофе. Сильная, средняя, слабая обжарка кофе. Есть молотые, есть зерно. А также не удержались и приобрели пару баночек вкуснейшего полезного конфитюра. Ягоды и фрукты при их приготовлении нагреваются лишь до 38-40 градусов. Витамины сохраняются все живые, кроме витамина С. Он самый летучий. При малейшем нагревании витамин С исчезает. Но зато все остальные, группа А, Б, П, П, они все на месте. Микроэлементы. То есть ягоды очень полезны. У входа в павильон большой выбор луховицких солений. Здесь можно попробовать как знаменитые луховицкие огурцы, так и различные виды соленых овощей и даже фруктов. Ассортимент очень хороший. Мне нравится. И дети любят. Все они солятся в дубовых бочках по особому семейному рецепту. Только квашеные капусты тут пять видов. Капуста квашеная с яблоком и виноградом. А она сладкая. Все, что дает добавление, яблоко, клюквы, перца болгарского, это все подслащивается именно вот этими дополнительными ингредиентами. Ярмарка будет открыта для посетителей до 8 ноября. Включительно. Часы работы с 10 до 19 без перерыва. При входе в павильон можно воспользоваться бесплатными масками и перчатками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинские представили компьютер, который до начала 2000-х управлял мультимедийными системами музея. Но ценность его не столько в том, что это одна из первых модификаций Apple и первый компьютер, появившийся в Советском Союзе. Сколько в истории связаны с его появлением в СССР? Это исторически удивительный момент. Этого никто не видел, кроме специалистов. Это вот тот самый Apple II. Монитор Саню, японский монитор, который шел в комплекте. Тот, который с 1987-го, где-то до начала 2000-х годов, управлял очень сложным комплексом данного музея. Старенькому Apple в пору самому отправиться в какой-нибудь музей. Тем не менее, здесь, в экспозиции, посвященной Ленину, он вполне может занять свое место. Ведь именно благодаря ему советские специалисты смогли создать нечто, на тот момент не имеющее аналогов в музейном деле. Но обо всем по порядку. Нашим экскурсоводом стал заместитель директора музея-заповедника Горки Ленинские по научной работе Борис Власов. Это здание, этот музей получился, во-первых, последним музеем Советского Союза, последним крупным музеем Советского Союза. И самой высшей точкой советского агитационно-пропагандистского искусства в музейном деле. Это такой своеобразный хай-энд в музейном деле. И многие решения, примененные в этом музее, не имеют аналогов до сих пор. Проектировать музей пригласили двух ведущих экспозиционистов из Ленинграда – Владимира Ривина и Владимира Короткова. Они предложили совершенно новый, необычный для музейных комплексов подход. Это совмещение классической музейной экспозиции с тем, что они назвали идейно-эмоциональными центрами. Эти самые центры похожи на кубы, всего их пять. Они представляют из себя интерактивные инсталляции, когда за стеклом появляются и исчезают различные объекты, чередуются видео и архивные фото, рассказывающие о жизни вождя мирового пролетариата. Всем хотелось услышать ответ от Ленина, которому доверяли больше, чем с ним. По замыслу авторов, такие мультимедийные инсталляции должны были вызвать у зрителя определенный эмоциональный отклик. По меркам 80-х годов замысел был более чем грандиозный, но тут нашла коса на камень. Эти сложные системы должны были чем-то управляться. То есть нужна была компьютерная система, которая будет осуществлять и мониторинг этого действия, ну и, собственно говоря, руководить самим процессом. А вот здесь вот эта проблема-то и возникла. Советский Союз на тот период не обладал компьютерными технологиями, которые позволяли это сделать. Выход подсказал молодой американский предприниматель Стив Джобс, глава неизвестной в СССР компании Apple. В 1985 году советское правительство заявило о планах компьютеризации школ. Этим и решил воспользоваться Джобс, чтобы выйти на огромный советский рынок. В СССР у него состоялось несколько встреч, как с представителями научного сообщества, так и с руководством Советского Союза. Он много говорил о МАКах и ОБЭПах, об их возможностях и сказал, с помощью этих компьютеров ваши дети смогут разговаривать с Лениным. И более того, Ленин сможет отвечать им. Существует легенда, но очень близко к реальности, что Джобс предложил представителям руководства страны компьютерные модели управления экономикой. Но они в силу возраста и в силу культурного бэкграунда просто не поняли, что им предлагает Джобс. Сотрудничество не сложилось, но советские специалисты получили представление, какие задачи может решать компьютер Apple. И создатели музея тоже поняли, это то, что нужно. Оборудование заказали у авторитетной среди музейщиков английской фирмы «Электросоник». Система управления, которую разрабатывал «Электросоник» под названием «Электросоник 4000», она включала в себя Apple, второй Apple, как интегрированную единицу. И эти системы были по договору поставлены в Советский Союз, включены в систему управления этим музеем. До начала 2000-х компьютер исправно работал, потом его заменили на более современное оборудование. А вот управляется мультимедийная система, как в таких случаях принято говорить, по старинке. Замечательную штуку, посмотрите, пожалуйста. Это первый в Советском Союзе пульт дистанционного управления в музейном деле. И он сделан как специально для музея Ленина, как здесь написано, но не кем-то, а именно фирмой «Электросоник». И именно этими пультами мы управляем этой экспозицией до настоящего времени. Долгое время Apple пылился в подсобном помещении, пока его происхождением не заинтересовался Борис Власов и не открыл интереснейшие страницы истории создания музея Ленина. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова